Передаю слово еще одному вашему коллеге, тоже замечательному, нашему иркутскому художнику, у которого целая армия поклонников, Олегу Владимировичу Беседину. Пожалуйста, Олег Владимирович. Олег Владимирович. Да, я пришел учиться на архитектурный факультет, так влился в четвертый курс сразу, и сразу как-то у нас полное взаимопонимание и любовь образовалась. Более того, я вот сейчас вспоминаю, могу похвастаться, что вы помните или нет, что еще на пятом курсе я учился, а Александр Сергеевич меня взял на кафедру лаборанта, на должность лаборанта. И я на должности лаборанта в качестве ассистента, в общем-то, уже как-то помогал вам тогда преподавать. То есть моя преподавательская работа началась раньше, чем я закончил институт, благодаря Александру Сергеевичу, и потом, в общем-то, я так нечаянно набрал лет 20, наверное, по вашему пути. Я просто сегодня вот вижу новые для меня, абсолютно новые работы. Я же вот недавно был в мастерской, и вообще я так часто, кажется, бываю на выставках у Александра Сергеевича, казалось бы, уже знаю все наизусть. И я прихожу и вдруг вижу абсолютно новые работы, меня это просто, ну, это просто поражает. Потому что, честно говоря, шел и думал, что я же все уже видел. Вроде бы. Ничего, зачем учить. Вот. А у вас выставка, каждое открытие, это так чудесно для меня на том фоне, который мы вот иногда наблюдаем в Иркутске, когда там на протяжении 20 лет одно и то же смотрим художников и смотрим. Короче говоря, я каждый раз часто на всех, вот уже же много юбилеев, да? На каждом юбилее что-то говорю и уже не знаю, что нового сказать, кроме того, что, ну, просто за меня Александр Сергеевич, ой, особенно в этот наш трагический этот год, 18-й, когда невольно мы, я потерял так много единомышленников среди наших художников, то, ну, по сути, я делю художников на настоящих и не настоящих. Вот. То вот Александр Сергеевич, к счастью или не к несчастью, один из последних настоящих художников в нашем городе. Ну, вот. Все. Спасибо вам большое. Правда? Ну, а кто спорить-то будет? Александр Сергеевич. А спросить вот хочу вас, просто про искусство. Ваше мнение на фоне ваших работ о вопросе, который, в общем-то, ну, для меня немножко понятен, но я хочу вашу формулировку видеть и знать. Графика, она плоскостная, это я подсказываю, да? Да. Вот. И тем не менее, графика делится на две категории. Это плоская, условная, знаковая графика, да? Да. И второй вариант, та, которая стремится к объемности и реалистичности. Вот прав ли я, когда говорю, что графика, она может быть и живописная, стремясь к пространственности, да? А может быть, графичная графика, когда она превращается в знак, в плоский иероглиф. Вот вы как это все рассматриваете? Так ведь и то, и другое имеют право на существование. Да имеет, кто же говорит, что не имеет. Знаковая графика – это то, что касается книг, издания всевозможных альбомов и прочего, да? Там где-то на плоскости листа. Да, плоскость, да. Это тоже такая же оформиловка, как там, понимаете, да, вот, оформиловка, плакаты и прочее, прочее, тексты, плакаты там висят. Это тоже все плоско, это тоже к графике относится. Я вот хочу на примере работ. Вот скажите, вот здесь есть ли пространство и разрушение плоскости? Вот я себя часто ловлю на том, что у меня невольно происходит путаница. И когда я путаю, да, объемность в листе и плоскость в листе, вот у китайцев, да, в гравюре, там у них три плана, да, раз, два, три, все ясно и понятно. У них нету вот этого объема такого трехмерного. Вот у вас, ну, это же графика безусловная. Как вы добиваетесь, и вообще вы об этом думаете, когда вот этот переход постоянно, все время балансируешь на, между объемом и плоскостью, да? Вот вы это как-то улавливаете специально? Конечно, потому что то, что находится впереди, ну, во-первых, здесь масштабность играет огромную роль. Масштабность, тональность, да? Масштабность – это впереди стоящие предметы будут крупнее, чем сзади. Вдали там домик будет вот такой, а на переднем плане вот такой вот, да? Это ломает лист? Разрывает лист? Ну, как посмотреть на это? Все-таки кто-то воспринимает, а кто-то нет. Вот это хорошо или плохо? Мне кажется, в этом как раз есть то богатство, которое… Поиск постоянный. Да, постоянный поиск, богатство того, что хочет художник. Вот этот баланс, вот этот баланс, да. Что он хочет передать? Удается ли ему заданное собой какую-то тему или пространство, или… Вот, короче, художник – это путешественник между плоскостью и реальностью. И реальностью, и пространством. Да, да. Ну что, пойдемте там… Девушка, скажите, что вам здесь нравится? Девушка, скажите что-нибудь про выставку. Мне нравится, где окна светятся. Почти что новая работа, 18-го года. Да, да, да. Я вообще не ожидал совершенно новые. Я между нами, говоря, как-то к живописи Александру Сергеевичу относился… Мы строжимы, скажем так, потому что у него больше формальные такие поиски в живописи. А не живопись у него более такая декоративная, чаще была раньше. И тут я вижу вот такие вот интересные работы, которые, ну, чисто живописные. Да, точно. И что меня поражает больше всего? Ой, упоминать страшно. 80 человек у нас. А? 85? 85? Это что? 80. Ну ладно, все равно уже много. И каждая выставка – это новая, новая, новая. Ну, конечно, так надо работать, так надо жить и работать и так. И самое главное, что вот человек, который каждый раз на выставку приносит что-то новое, он интересен Богу и людям. И поэтому он обязан долго жить. И совсем не обязаны долго жить те, которые вот 30 лет приносят одно и то же, какие-то тюльпаны, тюльпаны или какие-нибудь каракули одни и те же. У наших художников мы можем видеть. Я думаю, зачем они живут? Зачем они рисуют? Спасибо. Спасибо. Пространство цветы, кровати, воздействие.